Вы можете получить доступ к инструменту сбора данных Кубатест на kubatest.org. Нажмите «Войти» в правом верхнем углу веб-сайта и войдите в систему, используя данные для входа, предоставленные полевым координатором в сети. На первой странице вы увидите все данные, которые вы ввели или введете в инструмент. Вы можете фильтровать или искать данные по пяти различным столбцам, приведенным здесь. Первый столбец – kubatest.id, который автоматически присваивается клиенту, если вы вводите всю необходимую информацию. Второй столбец – дата ввода формы. Третий столбец – идентификация. Относится к идентификационному номеру, который вы назначаете клиенту и который вы как центр разрабатываете и вводите вручную. Четвертый столбец – центр. В нем вы автоматически увидите указанный ваш центр. Однако, если вы управляете более чем одним центром, вы сможете отфильтровать базу данных по центру в этом столбце. Пятый столбец – это пользователь, который позволяет вам фильтровать базу данных в соответствии с человеком, который ввел форму. Вы можете ввести информацию о клиенте, нажав «Новая форма» в левом верхнем углу. На следующей странице вы увидите пять разных вкладок, которые вам нужно будет заполнить. Вы увидите вкладку «Идентификация», где вводится основная информация о клиенте. Вы увидите вкладку «Причины», где вопросы о том, почему клиент делает этот тест. Вы увидите вкладку «Предыдущие тесты и факторы риска». Вкладку «Консультирование» и «Скрининг» и вкладку «Сифилис», «ВГС», «Гепатит», где появляются вопросы о тестах, проведенных на эти и ППП. В некоторых случаях вы увидите шестую и седьмую вкладки, если вы запросили просмотр вопросов о Преп и Кемсекс. Эти или другие дополнительные вкладки могут быть использованы только теми центрами, которые их запросили. Вопросы, на которые необходимо ответить, объединены красными линиями, как здесь показано во вкладке «Предыдущий тест и факторы риска». Некоторые вопросы также скрыты. Например, во вкладке «Предыдущий тест и факторы риска» последующие вопросы не будут отображаться. Если вы не нажмете «Да» на первом вопросе «Тестирование на ВИЧ в прошлом». Здесь вы можете увидеть остальную часть вопроса. После того, как вы закончите заполнение формы, вы можете нажать «Сохранить», чтобы сохранить форму, «Ударить», если вы не хотите, чтобы эта форма была в вашей базе данных, или просто «Выход», что означает, что ничего из того, что вы ввели, не будет сохранено. Если вы хотите сохранить форму и вернуться на первую страницу инструмента, где вы можете увидеть всю свою базу данных, нажмите «Сохранить», а затем нажмите «Выход». Вы вернетесь на первую страницу своей базы данных, где вы увидите новую форму, которую вы ввели вместе с остальной частью вашей базы данных. Если вы хотите отредактировать свою форму, вы можете нажать кнопку «Подробности», соответствующую клиенту, данные которого вы хотите отредактировать, в шестом столбце под названием «Аксионис». Форма клиента появится снова. Вы можете внести изменения и нажать «Сохранить», а затем снова «Выход». Если вы хотите изменить язык инструмента сбора данных Коба Тест, щелкните свое имя пользователя в правом верхнем углу страницы. Появится выпадающее меню. Потом вы можете выбрать язык, и вы увидите другое раскрывающееся меню для изменения языка, где вы можете выбрать желаемый язык и нажать «Изменить». Чтобы выйти из системы, вы можете снова щелкнуть свое имя пользователя и выбрать «Выход». Продолжение следует... Продолжение следует...